Чебоксары Гражданами города Чебоксары рождаются, а почетными становятся. И в канун Дня города в историю столицы Чувашии вписали еще два имени. О том, как это было прямо сейчас. Еще в первой половине 19 века для поощрения наиболее достойных в России появился Институт почетного гражданства. Присваивали звание за общественно полезную деятельность, благотворительность, за большой личный вклад в развитие страны или города. В современной России такое почетное звание присваивают на уровне регионов и муниципалитетов. В Чебоксарах в рядах почетных граждан по традиции прибывает ко Дню города. У нас награждаются те люди, которые внесли самый большой вклад в это. Это и спортсмены бывают, и врачи, и архитекторы, и бизнесмены тоже есть, которые развивают наш город. Поэтому мы всегда организовываем всеобщее голосование, так же, как было это и в этом году. После первоначального отбора на голосование чебоксарцам и рассмотрения депутатам городского собрания представили четыре кандидатуры. Николай Григорьев, заслуженный врач Российской Федерации и Чувашской Республики, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Яковлев, чемпионка СССР и мира по парашютному спорту Майя Костина и строитель Анатолий Леонтьев. Состоялись совместные комиссии, на заседании которых мы обсуждали четыре кандидатуры на то, чтобы на сегодняшнем заседании городского собрания принять решение и выбрать, что называется, лучших из лучших. Обсуждение было, высказывались разные точки зрения у депутатов, но все-таки мы пришли к единому знаменателю о том, что понятно, что кандидатуры все достойные, но по положению о почетном гражданине, естественно, может быть один человек. Впрочем, иногда в один год почетными гражданами могут стать двое. Это как раз тот случай. Мы с вами вчера на совместном заседании всех постоянных комиссий заслушали всех инициаторов, внесенных кандидатов и после обсуждения поддержали две кандидатуры на присвоение звания почетный гражданин города Чебоксары. Это Леонтьев Анатолий Афанасьевич, генеральный директор открытого акционерного общества «Эминвест». Под его непосредственным руководством были восстановлены и обрели вторую жизнь ряд важнейших для города Чебоксары промышленных и строительных предприятий. Реализован проект комплексной застройки жилого микрорайона «Волжский-3» и вторая кандидатура – это Григорьев Николай Григорьевич, заслуженный врач Российской Федерации и Чувашской Республики, лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области науки «Иминобичурина». Обе кандидатуры собрания поддержала единогласно. За них же отдали больше всего голосов горожане. Чествовали новых почетных граждан в канун Дня города. По силе возможности я буду еще трудиться на благо дальнейшего процветания нашего любимого города, столицы города Чебоксары. Спасибо! Чебоксары – это моя жизнь. Хоть я родился в Канаше, но я 56 лет прожил в Чебоксаре. Вся моя трудовая деятельность и в прошлом, и в настоящем будущем, она связана с городом. Вы знаете, что мы являемся застройщиками нового города, а новый город – это на 44 тысячи населения. Это вот Анатарь взять, Шумер взять, Канаш взять – это несоверимо меньше у них. У нас больше. И надо его построить за 15 лет. Но не только построить в объемах, самое главное – сделать его наиболее комфортным, наиболее удобным, наиболее красивым. Что-то лучше, чем лошадьки. Гарантирую. Тех, кто не получил в этот раз звание, тоже не забудут, пообещал глава города. Мы многих рассматривали, и мнение каждого члена президиума здесь тоже, оно учитывалось. Конечно же, и другие достойные люди. Мы найдем их метод поощрить их тоже, что другие мероприятия у нас, мы их будем приглашать. Но сегодня действительно, вот, институт почетных граждан в городе, он состоялся. Два года назад в Чебоксарах учредили медаль за заслуги перед городом. Ею наградили пятерых жителей столицы Чувашии, предпринимателей, спортсменов, деятелей культуры. Отцвели уже давно хризантемы в саду, поется в известном романсе. Что ж, хризантемы, может, и отцвели, зато еще долго будут радовать глаз бархатцы, гладиолусы и астры. За считанные дни, до окончания лета, в Новоюжном районе подвели итоги конкурса «Светущий двор». С двумя конкурсантами мы познакомились еще в июле. Через несколько дней наступит осень, а их дворы по-прежнему цветут. Антонина Никифорова специально подбирает растения так, чтобы красота в цветнике была с мая по октябрь. Тюрпаны и пионы цветут весной. С лета космея, флоксы, практически до глубокой осени бархатца. Я даже не думала, что я буду участвовать в конкурсе. Но, по-видимому, выбрали меня. Мне просто интересно самой заниматься посадкой цветов. Несколько лет я занимаюсь уже этим цветами. Одна скапываю, одна сажаю. Не ради призов. Для души я никогда как-то не старалась, что там занимать места какие-то. Как бы банально не звучало, а главный приз для женщины – благодарность соседей. Однако подарок. За первое место лишним тоже не будет. Второе место взяли жители дома по улице 9-й пятилетки. Автомобилисты планировали разбить на газоне парковку. Их оппоненты спорить не стали, а просто навели такую красоту, на которую ставить машины никто, конечно, не решился. Сегодня мы подвели итоги нашего конкурса «Цветущий дворик». Конечно, много было участников, и комиссии было нелегко определить победителя. Но все-таки выбор они сделали. У нас определенные четыре места. То есть одно первое, второе и два третих места. Остальных участников мы благодарим за участие, кто, к сожалению, не попал в призовые места. Конкурс планируется сделать ежегодным. Это была программа «Местное самоуправление». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин